ТЕЛЕУРОК Здравствуйте, ребята! Рада вас приветствовать на уроке русского языка в первом классе. ЗВОНОК ВЕСЕЛЫЙ Прозвенел звонок веселый. Все готовы? Все готово! Мы сейчас не отдыхаем, мы работать начинаем. Тема нашего урока – буква Ё. Сегодня на уроке вы узнаете о букве Ё и звуках, которые она обозначает. Узнайте её особенности. Научитесь писать букву Ё. Е и Ё – родные сёстры. Различать сестёр непросто, но у буквы Ё две точки. Словно мячики, кружочки. Буква Ё является соседкой по алфавиту буквы Е. Эта буква очень молодая, и поэтому в русском языке мало слов, которые начинаются с этой буквы. Поэт Александр Шибаев про это написал вот так. Мы мало слов встречали, где Ё стоит в начале. Тут первым делом назовёшь три слова. Ёлка, Ёрш и Ёж. И всё ужасно колко. И Ёж, и Ёрш, и Ёлка. Буква Ё – это гласная буква, которая может обозначать два звука. Например, в предложении Ёжик нёс яблоко. В слове Ёжик сначала мы называем мягкий согласный звук ИЙ, а потом гласный звук О. А на письме эти два звука обозначаются одной буквой Ё. А со звуком ИЙ мы будем знакомиться с вами чуть позже. В слове НЁС в середине мы слышим один звук О, который также на письме обозначается буквой Ё. Итак, ребята, буква Ё состоит из двух звуков. Согласного короткого звука ИЙ и гласного звука О, который можно пропеть. Поэтому такой звук называют Ётированным. Буква Ё обозначает на письме один звук О или два звука. Прочитаем. ИЙ-О. Как в слове ПОЁТ. Сделаем вывод. Буква Ё обозначает два звука. Й-О. Когда стоит в начале слова, после гласных букв. А ещё эта буква показывает мягкость предыдущих согласных. Повторите за мной. Тётя. Буква О и буква Ё нам нужны для звука О. Если слышишь МО и НО, значит, в слоге буква Ё. После твёрдых буква О. После мягких буква Ё. Сколько звуков обозначает буква Ё после согласных? Да, ребята, только один звук О. Давайте сначала мы посмотрим, как пишутся эти буквы. Как мы уже сказали, буква Ё может быть большой. Её называют заглавной. И маленькой. Её называют строчной. Буква Е передохнула. Как тут сейчас же на неё пара птенчиков спорхнула. Получилась буква Ё. А теперь, ёжик, давай ты нарисуешь эти буквы. Вот тебе листочек в клеточку. Раскрась, пожалуйста, клеточки в таком порядке, чтобы получилась большая буква Ё. Ну вот, это большая буква Ё. Ребята, вы тоже попробуйте, так же, как ёжик, нарисовать букву Ё. А теперь давайте поиграем. Разложите картинки в два столбика. В первый столбик положим картинки, в которых буква Ё обозначает два звука. И, О. А во второй столбик положим картинки, в которых буква Ё обозначает один звук О. Давайте проверим, так ли у вас получилось. Молодцы, ребята! Я думаю, вы все справились с этим заданием. Назовём картинки, которые вы положили в первый столбик. Ёрш, ёлочка, ёршик. Правильно! Во всех этих словах буква Ё обозначает два звука. И, О. Назовём картинки во втором столбике. Во всех этих словах буква Ё обозначает один звук О. А ещё, ребята, вы должны запомнить, что большая буква Ё и маленькая буква Ё всегда ударные. Во всех словах, в которых есть эти буквы, на них падает ударение. Например, Метёлка, Жёлудь, Расчёска, Ёжик. Смотрите письменные буквы Ё. Будем учиться писать заглавную букву Ё. Буква состоит из двух полуовалов, но верхний полуовал по размеру меньше нижнего. Начинаем писать букву от середины дополнительной строки. Справа налево введём полуовальную линию, отклоняясь вправо. Затем пишем влево полуовальную линию, пересекаем верхнюю линию рабочей строки, закругляем вправо, коснувшись нижней линии рабочей строки. Поставьте сверху над буквой две точки. Попробуйте написать такую букву в воздухе. Напишите её обратной стороной ручки, на ладошке. Попробуйте написать в тетради самостоятельно. Помните о правильном наклонном положении тетради. Держите ручку правильно, тремя пальчиками. Во время письма не наклоняйтесь низко, над тетрадью. Спину держите прямо. А теперь напишем маленькую букву Ё. Начинаем писать ниже середины рабочей строки. Снизу вверх ведем плавную линию, отклоняясь вправо, как веревочка повисла. Не дойдя до верхней линии рабочей строки, закругляем влево, коснувшись её. Не дойдя немного до нижней линейки, прописываем закругление вправо, коснувшись её. Поставьте сверху над буквой две точки. Попробуйте написать такую букву в воздухе. Напишите её обратной стороной ручки на ладошке. Попробуйте записать маленькую букву Ё в тетрадь самостоятельно. На этом уроке мы познакомились с гласной буквой русского языка. С буквой Ё. Это ютированное гласное, которое обозначает два звука. Во втором случае она показывает мягкость согласных звуков. Ну вот и закончился наш урок. Всего доброго, ребята! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...